Какая связь между духовным определением Веры Выше Знание и тем, как мы это понимаем в нашем обычном понимании? Что я не понимаю, но соглашаюсь, или что я как-то пытаюсь соединиться с тем, что Рав говорит, или что я поднимаюсь над тем, что я вижу в товарищах. И вот этим просто простым объяснением, как мы говорим, что это просто отдача над получением. Мы не можем заменить получение на отдачу. У нас нет силы отдавать. Нет. И никогда не будет у нас силы отдавать. Никогда. Мы никогда не будем знать, что такое сила отдачи сама по себе, потому что это Творец. Я не могу быть вместо Него. Я могу только силой своего получения уподобиться и быть как Он. И из этого я пойму Его, почувствую Его. Я буду как Он, но как Он. Это, собственно, наша граница. И эта граница всё-таки позволяет мне находиться в слиянии с Творцом, прийти к этому. Потому что я делаю действия, несмотря на то, что я отличаюсь по своей основе, по своему материалу. Я остаюсь желанием получения. Желание получения остаётся. Оно живёт, существует. Но я над Ним строю моё свойство, моё выражение, которое всё как Творец. И это называется верой, силой отдачи, высшей знания, высшей силой получения. Сверх этого я не могу и не нужно. Потому что Творение всегда остаётся Творением, а Творец остаётся Творцом. И только есть подъём Творения с Его места вместо Творца к слиянию. И именно с помощью того, что они настолько разные, противоположны друг другу, есть между ними раскрытие взаимной силы Творца и Творения. Продолжение следует...